всем привет ребят и сегодня по расписанию как обычно у нас плановый брифинг для брокера markets сегодня посмотрим на мои открытые сделки и разберем конечно же варианты новых идей которые можно будет проторговать вы сможете смотреть за моей открытой торговлей всегда и я это человек который демонстрирует то что банковские депозиты это очень невыгодно и при умеренных и даже очень низких консервативных рисках на рынках можно зарабатывать гораздо больше давайте перейдем графика мы не будем тянуть время начнем мы с вами с открытых позиций постепенно перейдем к новым идеям сперва затронем макдональдс эта акция была открыта на спросе который находился в области 190 185 это зона спроса по зеркальном уровне который ранее был предложением и в случае повторного ретеста на этом цикле он мог стать спросом мы попробовали открыть на падающем рынке несколько дней и даже недель висела позиция в одном диапазоне сейчас происходит импульс который скорее всего пойдет дальше в спрос потенциал движения этой бумаги до 204 205 долларов что в принципе является целесообразным для этой идеи зона предложения по этой бумаги в районе 205 210 но открывать продажи я не буду случае падения бумаги ниже до области 170 можно будет открыть еще одну покупку естественно это уже будет в безубытке сейчас если посмотреть внимательно то вы видите что стоп перетянут перетянут в безубыток так как пошел новый цикл пока позицию считаю актуальной и для себя оставляя активной следующая позиция это новозеландский доллар если вы обратите внимание если кто может быть смотрел прошлый брифинг то вы помните что я рассматривал этот вариант как ключевой на случае если цена становится выше 64 с потенциалом пробоя 6430 здесь сейчас ничего не поменялось была возможность открыть с коротким стопом ниже 6490 и сейчас потенциал движения до 6490 до 065 ничего здесь не меняется если кто рассмотрит варианты можно посмотреть эту зону попробовать поискать позицию конечно она может быть как и обратной но из-за того что приоритет и размер стопа окупает эту идею я решил все таки и и попробовать несмотря на то что опережение пробоя это не всегда самый простой метод открытия позиции ну а теперь переходим к разбору основных активов частности начнем мы с евро доллара евро доллар по-прежнему в нисходящем тренде долгосрочно среднесрочно здесь ничего не поменялось если вы обратите внимание на цикличность но есть также варианты открытия позиции в среднесрочном исполнении на зоне предложения и в зоне спроса непосредственно зона предложения ближайшая это возможный излом тренда первичного его угла наклона потому что есть еще и основной более скажем так пологий и на него идет упор непосредственно по цикличности плюс горизонтальная зона предложения которая сформирована в основном скопление цен обратите внимание на эту зону поэтому я поставил лимитный ордер на 112 25 со стопом выше 113 ничего сложного потенциал движения вплоть до 109 может быть до 108 идея актуальная я ничего здесь не меняю что касается зоны спроса позиционно это только неделя эта зона спроса на угасание возможном и ее решил тоже поставить в лимитный ордер на текущий момент времени ничего здесь не меняется 108 50 риск ниже 108 тоже идея актуальная фунт доллар здесь более сложная ситуация чем на евро долларе и связано с тем что идет накопление и от этот от этого накопления от его выхода будет зависеть конкретная направленность дальнейшем если все-таки будет выход выше 130 то необходимо будет смотреть позиции на закрепление может быть на откате но я склоняюсь к тому что самое актуальное и самое простое что здесь можно будет сделать это посмотреть и поискать ложные пробои этой ситуации когда цена выходит за зону стопа зона стопа 2750 нижняя граница и верхняя граница где-то выше 130 30 может быть 130 40 если цена начнет движение под 130 и при этом закрепиться выше сделает последующий возврат под уровень здесь нужно будет открывать продажи как вариант опережения пробоя то же самое касается нижней границы это самый лучший триггер для торговли в диапазоне торговать закрепление здесь очень сложно а если дадут триггер ложного пробоя то он во первых даст нам больше потенциал во вторых даст уверенность том что мы торгуем в правильную сторону тем не менее закрепление тоже не отбрасываем 1 30 1 28 это два уровня за которыми стоит следить работать от границ без фильтров сейчас очень опасно поэтому я рекомендую только такие варианты которые могут быть более защищены потенциал роста до 1 32 1 33 среднесрочно потенциал падения это 1 25 при этом в районе 1 25 это основной коррекционный уровень по длинным если этот цикл остается актуальным то в районе 1 25 50 тире 1 24 50 нужно будет покупать и эту идею я тоже для себя оставляю как идею основной среднесрочной покупки по фунт доллару теперь доллар франк доллар франк многим не дает покоя и все пытаются найти потенциальную позицию которая будет иметь хороший диапазон и хорошую волатильность здесь все внимание должно сводиться к паритету зона 1 0 она ключевая и здесь могут быть как ложные пробои так и непосредственно закрепления если будет закрепление по дневному графику выше 1 0 уже в течение азии азиатской сессии на следующий день можно покупать пробовать открываться по 5 минуткам потенциал роста у активов вплоть до 1 0 2 но промежуточно 1 0 50 1 0 1 50 если быть точным что касается продаж по франку то здесь либо ложный пробой на паритете либо ретест 1 0 2 и смотреть продажи от 1 0 2 не ранее того при этом если вы будете продавать от 1 0 2 то потенциалом будет 1 0 помните что я рассматриваю среднесрочные позиции я торгую в таком стиле чтобы зарабатывать в 10-15 раз больше чем банковский депозит и даже если вы сможете заработать в семь пять раз больше чем банковский депозит ваши деньги уже работают и при этом такой подход не содержит рисков практически доллар иена доллар иена все таки вышла выше 109 закрепилась не получилось поймать эту позицию я отсматривал закрепление подневки так и не должна не дождался его сейчас прошел импульс это первый импульс который имеет потенциал до 110 50 может быть даже до 111 здесь необходимо посмотреть если база спроса вас спроса как таковых нет ближайшие 109-108 90 это некоторое накопление но я бы не стал здесь покупать тем не менее будут какие-то краткосрочные триггеры можно и попробовать доллар иена рекомендую все-таки посмотреть на откатные точки попробовать открыть покупку и продажи не ранее чем 110 50 111 да вы можете увидеть что рынок в любой момент времени может сломать всю технику может испортить все торговые идеи но вы должны понимать что технический анализ и в принципе трейдинг анализ графиков подготовка к торговле ты не что иное как подготовка к отработке необходимых триггеров и моя прибыльная торговля тому подтверждение что это не гадание на кофейной гуще это непосредственно работа по сценариям которые ты заранее программируешь если ты не готовишься к торговле то естественно результата ключевого не будет доллар канадец переходим к доллару канадцу здесь поинтереснее здесь могут быть ключевые сценарии у меня была покупка по канадцу на текущий момент она закрыта можно было поддержать еще дольше это сейчас вижу после отката но это называется трейдинг на истории потому что когда ты со сделкой в живом режиме у тебя совсем другие эмоции ты совсем по-другому оцениваешь рынок и ты не знаешь будет ли пробит уровень или нет будет ли пробита зона предложения или нет и поэтому иногда получается что закрываешь позицию намного раньше но тем не менее от этого никуда не денешься невозможно такие движения предугадать или такие движения не возникают и если ты остаешься в них ты счастливый человек если ты закрываешь с прибылью немного раньше то тоже счастливый человек потому что ты в прибыли ну а теперь касательно канадцы здесь из зона 133 30 133 50 но если быть точнее то это 133 30 и на нее все внимание это могут быть как ложные пробои так и просто можно пробовать искать какие-то продажи от этой зоны на угасание но конкретно по закреплениям нужна подготовка и чтобы была подготовка цена должна перед уровнем находиться 234 дня и только потом закрепление так мы сможем войти закрепление может быть в любом в любой момент времени даже сейчас но мы не сможем открыть позицию именно это нас останавливает мы не сможем здесь ничего хорошего сделать по этому активу посмотреть стоит варианты продаж на ложном пробое на угасание по покупкам нужно проторговка противном случае любые среднесрочные покупки это минимумы сейчас и сложившиеся минимумы это 30 с половиной тире 1 30 в этой зоне можно будет повторно несмотря на то что мы уже отрабатывали эту область еще поработать случае ретеста максимум однозначно стоит оставить на очереди у нас s&p 500 и золото но сейчас делаю небольшой рекламный анонс не забывайте что у меня есть мой личный youtube канал youtube канал про трейд трейдинг без цензуры на этом канале сейчас запущен авторский проект технический анализ полный курс обучение трейдингу это совершенно бесплатная затея я хочу публиковать короткие видео по всем вопросам технического анализа по 2 в неделю они будут находиться на моем канале и они будут совершенно бесплатными без подводных камней поэтому по ссылке в описании по ссылке в комментариях переходите подписывайтесь на мой канал чтобы посмотреть материал к тому же здесь всегда можно посмотреть что-то интересное о трейдинге посмотреть непосредственно мои уроки посмотреть некоторые интервью с трейдерами всегда есть интересный материал поэтому подписывайтесь но и не забывайте подписываться на канала маркет потому что благодаря этому брокеру есть возможность предоставить мне свое мнение другим ребятам и сейчас у них насколько я знаю проводится непосредственно акция в честь черной пятницы когда можно очень выгодно пополнить счет получить свои большие бонусы s&p 500 основное что сейчас меня интересует и меня интересует падение индекса и возможно закупки то есть это основная инвестиционная идея которая меня сейчас волнует я не готов шортить индекс не готов шортить акции которые сильно даже выросли потому что индекс показывает сумасшедшую динамику и он может быть подкреплен длительное время однако если он будет тестировать 3 тысячи 2 950 вплоть до 2 900 я буду выбирать бумаги которые максимально просели и покупать то есть для тех кто торгует америку для тех кто торгует cfd на акции покупайте акции на падение индекса не покупайте сейчас это будет плохой идеей хорошая идея будет купить на коррекции можете оставить свои деньги приберечь поработать на другом рынке но не набирать сейчас потому что вы останетесь скорее всего с носом когда произойдет падение у вас не будет свободного капитала падение может быть любой момент времени если посмотрите на цикличность позамеряете математически все эти циклы то вы увидите что есть неплохие варианты которые можно отрабатывать и они закоррелированы по откатным зонам по откатным значениям в процентном выражении как раз 3 тысячи 2 900 2 950 это зона очень хорошего спроса и ее грех не проторговать золото по золоту я готов продать актив в районе 1485-1500 эта зона хорошая эта зона позиционной продажи зона предложения с потенциалом вплоть до 1430 при этом покупки 1410 1390 может быть 1415 ну то есть в зоне 1410-1390 неплохие покупки которые могут быть среднесрочно да скорее всего придется удерживать так как импульсы сейчас не идут но посмотреть на эти две зоны стоит это очень очень перспективно и интересно надеюсь что мой брифинг в таком формате с удобной подачей удобным монтажом вам интересен если это так не забывайте поставить лайк подписаться на канал и пишите в комментарии нравится ли вам такой подход или все-таки проводить в живом режиме если хотите я могу проводить даже онлайн пишите в комментариях чего бы вы хотели и мы сделаем так как вам нравится всем спасибо за внимание всем пока